Ну вот как раз, Владыка, в продолжение того, что вы говорили, Давид Такаев из Калуги, вот чем интересуется у вас. Прошу вас дать пояснение по непонятному мне месту из Евангелия. Для чего так подробно прописано родословно Иисус Христа, если там же сообщается, что Он рожден от Святого Духа? Иисус Христос, как человек, был рожден от Святого Духа и Марии Девы. Он был Богочеловеком, у Него была человеческая природа. И для авторов Евангелий было очень важно показать, что Он был полноценным человеком, что, как у всякого человека, у Него была своя родословная. Он был вписан в определенный ряд людей, которые были Его предками. И для авторов Евангелий это имело в том числе и богословский смысл, потому что через это подчеркивалось то, что Он не какой-то сверхчеловек, человек или не какой-то получеловек или недочеловек, но что Он полноценный человек. При этом Он и полноценный Бог. То есть в Нем сочетаются вот эти две природы, божественная и человеческая, но ни одна из них не уменьшается от сочетания с другой природой. Марина Коровникова спрашивает, периодически встречая мнение, что Господь Бог наш, как любящий Отец, не может желать или допустить вечного наказания своему ребенку. Соответственно, вечно претерпевать адские мучения не будет ни одна душа. Как мне кажется, здесь есть расхождение с церковным мучением. Помогите разобраться. Есть такое частное богословское мнение о том, что вечные муки не будут вечными. Вот это богословское мнение в III веке высказывал Ориген, в IV веке его высказывал святитель Григорий Низкий, в VII веке его высказывал преподобный Саак Сирин. Но общецерковное учение заключается в том, что муки грешников будут вечные. И это учение основано на свидетельстве Евангелия, потому что сам Христос в своих словах о страшном суде говорит о праведниках, что они пойдут в жизнь вечную, а грешниках, что они пойдут в муку вечную. А почему это не соответствует милосердию Божию? Потому что Господь дал каждому человеку свободу. Не Бог хочет осудить человека на муке, а сам человек осуждает себя на муке. Вот вы привели в пример одного режиссера, который сделал пакостный фильм о монахинях. Это же не Бог ему приказал такой фильм сделать. Наоборот, он прекрасно знает, что делая такой фильм, он идет против воли Божией. Но ему так хочется, ему так нравится. Ему хочется церковь нагадить, ему хочется церковь оскорбить. И Бог не отнимает у него эту свободу. Вот для таких людей, которые не хотят с Богом в рай, для них будет существовать ад, где они будут наслаждаться общением с дьяволом. А может быть, Пол Верховен покается перед самой смертью? А если он покается, тогда для него откроется путь в рай. Как разбойник, который покаялся на кресте, и Господь сказал ему, днесь будешь со мной в раю. Татьяна спрашивает, можно ли крестить ребенка в старообрядческой церкви? Дело в том, что узнала о своих старообрядческих корнях по прабабушке. Насколько важны и критичны различия между РПЦ и старообрядческой церкви? Или они номинальные? Крестить ребенка надо в той церкви, в которой ребенок будет воспитываться. И здесь дело не в корнях, а здесь дело в выборе. Если вы делаете выбор в пользу старообрядчества, это ваше право. Если вы делаете выбор в пользу русской православной церкви, это тоже ваше право. Я не хотел бы здесь говорить ничего негативного в отношении старообрядчества, но я, как священнослужитель Русской Православной Церкви, конечно, приглашаю вас крестить ребенка в Русской Православной Церкви. Но это дело вашего выбора. Просто вы должны понимать, что крещение в той или иной церковной общине предполагает, что ребенок будет и расти в этой церковной общине. Есть вопрос от Дмитрия Скрылева из Москвы. Он, видимо, с задатками настоящего богослова. Вопрос сложный. Почему в списке библейских книг, задает вопрос Дмитрий, стоит неправильное, на мой взгляд, название последней книги? Ведь это апокалипсис Господа Иисуса Христа, а не апостола Иоанна. Апокалипсис принадлежит новозаветному откровению Божьему, а апостол Иоанн его только записал. Совершенно верно. Апостол Иоанн записал то откровение, которое он имел от Бога. И я должен сказать, что вообще названия библейских книг, они появились позже, чем сами книги. Они появились, может быть, на два или три столетия позже, чем сами книги. Но все-таки, когда, например, мы говорим о книге пророка Исаии, в этой книге описываются те откровения, которые пророк получил от Бога. Но книга надписывается именем пророка. Точно так же Иоанн Богослов, хотя он получил откровение от самого Господа, и он описал это в своей книге, но поскольку он автор книги, то и книга называется откровением Иоанна Богослова. Это не значит, что Иоанн Богослов делился какими-то своими откровениями в этой книге. Это значит, что Иоанн Богослов записал то, что он услышал и увидел, и передал вот это божественное откровение людям. Большое спасибо, Владыка, что ответили на наши вопросы. Спасибо, Екатерина. Я хотел бы завершить эту передачу словами из второго послания апостола Павла к Коринфянам. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Я желаю вам всего доброго, и да хранит вас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok